Здравствуйте, уважаемые слушатели! Добрый день! Очень рад всех видеть и слышать на волне 93.9 радио Болтко. Меня зовут Олег Пека. И сегодня мы встречаемся с народным артистом Украины Алексеем Сергеевичем Горбуновым. Здравствуйте! Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Алексей Горбунов, наверное, знает, вот каждый, у каждого есть, вот как со своей стороны, как многогранный человек, он совершенно неповторим. Кто-то его любит по роли Шуташиков, графини де Монсорро, кто-то знает, как профессора Мариарти из Шерлока Холмса, бывший саксофонист из Стеляк, директор кладбища и судебной драмы «12», сериал «Ленинград-46», огромнейшее количество, сотни фильмов. Но молодежь, наверное, вот сейчас больше воспринимает, вот как кумира в роли такого сумасшедшего директора школы Казимира Казимировича из проекта «Залуперка». Казимир Казимирович Залуперка. Да, дозовем его и фамилию «Оптимус Ганг». Вот, и кроме того, есть еще одна грань таланта, это, конечно, музыкальный, вот обо всем хочется поговорить, но, может быть, сначала несколько слов о том, с чем вы сейчас приехали в Ригу. То есть это ведь наверняка не просто отдых, это работа, съемки, вот что это за проект, может быть, для тех, кто ждет уже новых каких-то интересных проектов с вашим участием. С удовольствием расскажу, вот, тем более я в Риге был последний раз семь лет назад, по-моему, да, в 2014 году снимали сериал «Алешкина любовь». Такая мелодрама была, комедия. Но просто Рига для меня очень такой город уже родной, можно сказать, поскольку один из любимых сериалов «Красная капелла», если вот наши слушатели, зрители не видели, я всем рекомендую настоятельно посмотреть этот сериал. 2003-го, 2004-го года он вышел. Снимали все в Риге, вот, и Берлин, и Париж, и Москву, потому что картина военная, это «Ашпионок» картина, «Красная капелла» – это, в общем, история большая. Поэтому я семь месяцев жил в Риге, пока снимали «Красную капеллу», и очень запомнил на всю жизнь, наверное, и Рига открылась для меня не как турист, когда на пару дней, когда ты живешь долго, на улице, с Колоса я жил недалеко, вот. И, в общем, картина, которая хорошо получилась, в общем, в Риге длительный период был. Спустя семь лет вдруг поступает приглашение от продакшена латышского, значит, это Red Dot Media, по-моему, скромный продакшен, продюсер Арта Гига, вот, режиссер Арман Звербулес, или Звербулес, я прошу прощения, как правильно, да. Это детектив, семь серий, очень интересно написан сценарий, и происходит дело все в 95-м году, развал Союза, 95-й год, и все время флешбеки, главная героиня вспоминает 69-й, 75-й, 77-й год. В общем, это такая шпионская история, детективная история, не буду рассказывать, как бы, да, сюжет, вот. Но, очень хороший сценарий, съемки все в Риге, у меня есть время, и вот я уже третью неделю снимаюсь, причем плотно мы снимаем, и получаю огромное удовольствие от того, что люди мотивированы. Давно я не видел в кино мотивированных людей за очень небольшие деньги, сбитая хорошая группа, да, и при этом очень приятно, что сопродюсер Ваня Резникова, Россия, актеры у нас, основной роли играют все латышские, причем молодые актеры, я вот назову с кемья в кадре, но, помимо этого, у нас армянский актер играет Гранд Тахатян, Гранд Тахатян, который последний из Магитяна, его знает. Да, 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 это заслуженный армянин, наверное, вот. Да, 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 Галина Багушевская из России актриса играет, Юрий Дьяконов, рижский актер, молодой, но уже такой известный, я так понимаю, ваш покорный слуга с Украины, и все остальные актеры, главные роли играют латышские актеры. Вот у меня партнерша Мадера Вилчука, боюсь Мадера, я неправильно говорю фамилию, сразу же прошу прощения, Мадера Вилчука или Вилчука, в общем, молодая, молодая, молодая девушка, она в Лейпая в театре работает, заканчивает театральный институт, 4 курс, я получаю огромное удовольствие. Она снимается первый раз, я снимаюсь 40 лет в кино, и получаю такой заряд от молодых актеров, потому что молодые сегодня очень талантливые, и во Франции, в России, в Германии, в Украине, и само собой, потому что я больше снимаюсь, я общаюсь в Украине с молодежью, и это поколение безумно талантливое. Вот еще раз, сейчас в Лиге я убеждаюсь, работая с латышскими актерами, что поколение молодых, оно живет без границ, без... У них мир открыт, и я учусь многому у них, и получаю очередной опыт, наверное, в общем, все круто. Держу кулаки, картина должна получиться, потому что очень хорошая группа у нас, и все очень так, по-настоящему, душевно, хотя тяжело. Я уже человек старый для съемок, мне тяжеловать. А там физические какие-то трюки или что-то? Ну, трюки есть, да, трюки, погони есть немного, но это каскадеры делают, но мне все равно тяжело, потому что на ногах, мне считать ответ скоро, я давно снимаюсь, и мне 12 часов смену простоять на ногах, уже я понимаю, что такое пенсия. Поэтому я не жалуюсь в данном случае, все-таки, когда вокруг люди талантливые и действительно любят кино, ты это ощущаешь, и прибавляет тебе силы, я надеюсь, что у нас все есть для того, чтобы получился с нее. Вот, поэтому Рига и группа, и все сложилось, и время, и холодно только, хотелось потеплее, чтобы было. Ну, вот буквально, да, сегодня на улице Сколос, по-моему, как раз и проходили тоже съемки, и вот с 4 мая, наверное, это все связано как раз с вашим проектом. А если можно, вот в вашем инстаграме были фотографии совместные с Ван Дамом, где он передавал привет вашей дочери. Это что, это тоже какие-то интересные проекты? Да, 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 это расскажу я. Значит, Netflix снимал в Киеве в сентябре месяц, в этом году было, да, нет, уже в прошлом, получается, осенью, да. В этом году должна выйти картина. Netflix снимал, по-моему, 2 или 3 месяца в Киеве. Главную роль играет там Жан-Клод Ван Дам, наш уважаемый Жан-Клод. Я был в роли приглашенного, эпизод у меня небольшой, вот, но с Ван Дамом, там приглашенная звезда, в общем, поскольку французы знают Бюро Легенд, о котором, я надеюсь, мы поговорим сегодня, это очень знаковый сериал для меня и судьбоносный в каком-то смысле. Вот, продюсеры французы и режиссер француз после Бюро Легенд, они нашли меня в Киеве, предложили с Ван Дамом небольшой эпизод, чему я безмерно рад, вот, и он потрясающий человек, очень открытый, очень искренний, очень позитивный, вот, а потом это моя юность, как и всего моего поколения, мы выросли кровавый спорт, видеокассеты, видеосалоны, Ван Дам молодой, все хотим каратэку учить, драться и т.д. Так что, жду, вот, должен выйти, наверное, осенью выйдет этот фильм. Ну, вот, вы уже упомянули, да, Бюро Легенд, ведь это тоже невероятно популярный сериал, который уже пять сезонов, вы, по-моему, появились с четвертого сезона в роли полковника ФСБ. Михаил Карлов, да, в полковник ФСБ Михаил Карлов, да, в четвертом сезоне, в пятом, пятый финальный, да. Да, ну, не будем выдавать, вот, что там произойдет, но, тем не менее, вот, каким образом удалось попасть в этот проект, где и Матью Кассовиц, и Матью Амальрик, и, в общем, ну, и снимал там Жака Диярда несколько серий. То есть, ну, финал снимал Жака Диярда, ну, понимаете, у меня уже шестая картина во Франции, просто мне повезло в том плане, что я снимался в 2008 году Кристиан Кривион, режиссер, картина называется «Ля Фарауэлл», «Кустурица» главную роль играл, и Гийом Кане, вот. Вот, а также там снимались Дабкуна и Тенгеборга снималась, вот у нас с ней там любовная история была, и я, ваш поклонный слуга, я в этой картине. После этого Эрик Рошан, вторая картина французская, называется «Мёбиус». Я снимался в картине «Мёбиус», Эрик Рошан снял, значит, с Тимом Ротом, кто не смотрел, тоже всем рекомендую посмотреть «Мёбиус». Вот, и Эрик Рошан, который был режиссером «Мёбиуса», через пару лет позвал меня, вот он и был главным режиссером «Бюро легенд». Первый сезон, второй, третий, сопродюсер, автор сценария и режиссер Эрик Рошан. Значит, на четвертый сезон он позвал меня, ну, уже зная по картине «Мёбиус», вот, за что я ему безумно благодарен, вот. А пятый сезон просто получилось, что он мне написал полностью роль, и в пятом сезоне у меня еще больше, чем в четвертом, у Карлова роль, и на ней все завязано, и финалы. Жак Адияр мне подарил финал, вообще Жак Адияр, это один из любимейших моих режиссеров, и во Франции он тоже отдельно стоит, это культовый очень человек, и очень крутой. И вот он финал придумал, многие актеры, я, в частности, многих деталей не знал. Вот мы снимали, он не все говорил, когда вышла картина, конечно, я бы просто поражен о том, как он сделал финал этот последний, со всеми героями, и когда собака появляется за столом, когда все сидят убиенные, вроде бы, не понимаешь, косовец остается жив или тоже погибает. Ну, в общем, вот так, я поэтому обязан французам, и всегда это ценю, и очень... О, здрасте, здрасте, да, он все работает, поэтому нормально, а это у вас, я думаю, надо. Вот, поэтому так получилось, что да, вот у меня шесть картин, мало того, приятно, что я получаю все время какие-то эти, как называется, адами, ну, в общем, за показ по телевизору мне раз в год приходят начисления, что давно забыто у нас, потому что я в советское время на Довженко работал 10 лет актером, но после института, когда я закончил, у нас весь курс пришел на киностудию Довженко. Мой первый фильм «Груз без маркировки», может быть, «Достопочтедная кубрика» помнит эту картину, 1984 года я играл таможенника Женю Стенько. Так вот, я застал потиражные, так называемые, когда там после 10 миллионов зрителей давали премии режиссер-постановщик, автор сценария, композитор и главные исполнители главной роли. Вот сейчас у французов это продолжает только с телека получать, так сказать, ну, за показы. В общем, мне приятно, неожиданно, и, конечно, и помогает иногда выжить, потому что сейчас съемок очень мало, я больше группой занимаюсь, да, там с молодежью. Сейчас, да, мы тоже поговорим об этом. Поэтому я благодарен очень, и у меня просто так вот много картин, и французы. А, я снялся еще в одной французской картине, вот сейчас, буквально в декабре, в Вильнюсе они снимали. Жером Сальф снимал, это тот режиссер, значит, пятый сезон Бюро «Легенд» снимало три режиссера, в чем еще как бы кайф последнего финального сезона. Эрик Рошан главный режиссер, Жером Сальф второй режиссер параллельно снимал, и Адияр снимал финал. Три режиссера снимали пятый сезон. Поэтому стиль даже меняется, там, первые серии так, в середине так, последний финал, Адияр вообще все перевернул и сделал как-то. И вот Жером Сальф позвал меня сейчас в новую картину, тоже шпионский фильм, называется «Компромат». Снимали в Вильнюсе, у меня небольшой эпизод там, вот, «Адвокаты» я играю. Ну, в общем, «Компромат» называется фильм, так что, видите, седьмая картина у французов, я надеюсь, она выйдет, поэтому я очень рад. Вообще считаю, что нужно сниматься раз в год в хорошем кино, чем пять фильмов, и в том, чего люди через час не помнят после показа. Это глубокое мое убеждение, я в том возрасте, когда уже я не бегаю, даже когда времена тяжелых денег совсем нет, я беру гитару и с пацанами играю в маленький концерт, но не бегу сниматься в ужасных сериалах, где просто стыдно потом. Вот насчет «Бюро легенд» я хотел еще спросить, ведь у вас там вся роль на русском языке, несмотря на то, что она достаточно была большая. Я писал пятый сезон на русском, потому что по-английски я четвертый сезон играл, а мои познания как советского актера, я знаю только «Yes», «I not», «I want to buy jeans», «Where are you from», «Sex», «Drugs», «Rock'n'Roll». Ну, дальше «Rolling Stones», «Spin' Floyd» и как еще там можно, в общем. Вот, поэтому, когда я учил наизусть, должен сказать большое спасибо моей старшей дочке Насте, которая вот действительно и коуч мой, и переводчик мой, и она всегда во всех поездках со мной, если получается, со мной она была на «Бюро легенд» на четвертом сезоне, и английский язык каждый день она со мной повторяла, но я учил его как стихи, поэтому играть было мне очень сложно, и мне Элик Рушан подарил, потому что он все-таки автор сценария главный, помимо режиссера, подарил мне большую роль уже в исполнении на русском, поэтому и роль так, заиграла красками иными. А в свою очередь, я понимаю, что вы помогали своим коллегам с русскими выражениями, в частности, вот в фильме «Мебиус» Тима Рота учили ругаться матом. Вот, вот, да, да, я думаю, я горжусь этим, потому что я научил его ругаться матом нормально, я думаю, Тим Рот это запомнит навсегда, в связи с этим, может быть, и моей персоной, как-то так она там останется в памяти. Ну, да, причем, нужно сказать, он очень круто выучил мат, и все получилось, вот. По крайней мере, когда в Киеве была премьера «Мебиус», зал встал на первых матерных словах Тима Рота, зал встал, аплодисменты три минуты были, просто вот люди стояли и хлопали. Ну, да, потому что мы все помним позорные какие-то вот в красной жаре, например, какие-то выражения, когда абсолютно, ну, люди смеялись, и это звучало очень-очень неестественно. Комично, комично всегда это звучало, да, в этих историях. Нет, тут все было четко, нужно сказать Тиму Роту, браво, он великий актер, конечно, и все выучил и достойно все это сыграл. Насколько вот общение с актерами, ну, действительно, вот знаменитыми, очень популярными актерами, ну, вот показывает их как людей, вот с кем действительно было приятно общаться? Да, со всеми приятно, не знаю, с тем, с кем я общался, конечно, это другой уровень, все-таки это такие, ну, они реальные звезды, тот же Тим Рот, он очень скромный человек, его мало кто узнает в Брюсселе, в Монако, вот где мы снимали, прям в центре города, скажем, Сесиль де Франц, который играл, или Жан Дю Жордан, вот они прям люди тут же, французы их узнавали, подбегали, все, Тим Рот стоял в сторонке и абсолютно нормально на это смотрел. А через два года он снимался опять у Тарантино в этой, как она, ужасная восьмерка. И вот там сыграли опять, и Тим Рот еще раз показал уровень мировой звезды, то есть просто есть популярные актеры, как у нас, да, более узнаваемые, есть вот такие, как Тим Рот, это вот как, там и много таких актеров, таких крутейших актеров. Гийом Кане тот же, да, с которым я снимался вот у Кристиана Криона, он тогда только начинал, сейчас он безумно популярный, он сейчас звезда, прям тоже один из самых популярных во Франции актеров, но режиссер и продюсер, и музыкант, он еще на гитаре играет, поэтому у нас как-то очень весело съемки проходили, много общих точек, соприкосновения у нас было с Гийомом, но они отличаются, потому что у нас звездным все-таки в основном на носные понтов больше, там, скажем, да, ну я это сам проходил, когда узнают, машина дорогая, все, у них абсолютно, у них работа, это первое и главное, что у них стоит, это работа, и это чувствуется, и у них, поэтому они звезды внутри, они не выплескивают понтов каких-то, они играют, вот лучше они сыграют, это в кино, то есть если в двух словах вот говорить, в чем отличие, реальные, чем круче звезда, тем круче человек, тем он незаметнее, вот так вот, мне кажется. А вот от само отношения к актеру на съемочной площадке и вне ее, я просто читал одно из ваших интервью, где вы с грустью говорили о том, что у себя вот на родине, в Украине, вам приходится буквально, ну требовать чуть ли не гонорар, чтобы получить, в то время, когда, ну, такого рода вообще не стоят проблемы. Ну, я не знаю, там еще мои слова все перекручивают, надо на Facebook, я надеюсь, появится Instagram и Facebook, надо все слушать меня в прямой, да, там и пересказы какие-то, кто-то что-то сказал, потому что я там много интервью дал, и можно все это посмотреть и увидеть, но лучше пользоваться мой Instagram, Facebook, мой TikTok канал открывать, вот там я часто прямой эфир, и все можно услышать, что я говорил. Дело не в этом, я просто еще раз повторяю вот что, мне повезло, потому что я снимался у очень хороших режиссеров в разных странах, и лучшие роли я сыграл давно, ну или недавно, да, и эти роли останутся в памяти людей, что особо приятно, меня так учили, мой великий учитель Константин Петрович Степанков, который, да, снимался в роли Кавпака, все, ну, посмотрите. Да, все помнят, конечно. Знают его, да. Это великий актер, он учил вот простым вещам, да, оставайся человеком, играй не в жизни, играй на сцене, наблюдай за жизнью, очень простым вещам. И когда действительно, я после Франции приезжаю, да, у нас в студии вдруг я смотрю, там выработка 20 минут, и меня это дико, и поэтому я не снимаю сериалы, да, и масса вопросов возникает технических, вот. Но это естественно, потому что Франция Канал плюс один бюджет, история и подход к кино совсем другой. А я еще раз говорю, я не верю в то, что бюджетные деньги дают, и прям хорошее кино можно снять за бюджетные деньги, потому что, как правило, люди идут, бюджетные деньги эти там пилят, распиливают, что-то придумывают, и кино мы не видим. А французы наоборот, они там жизнь отдают за кино, потому что они фанаты кино, то есть как бы мысль моя простая. Меня учили те, кто умирают за кино, и мне повезло, что я у Тодоровского-старшего снимался, у Валера Тодоровского, у Ковуна, у Андрея, который сейчас, кстати, снимает в Киеве, я надеюсь об этом году закончить картину, который Шерлоком снимал, Кусанты снимал, великий сериал, да, Охоту на пиранье и масса картин. То есть это режиссеры и фильмы, которые остались в памяти и останутся в памяти. Фильм Я для меня, который отдельно стоит, я сыграл Румына, это тоже для поколения, целых двух поколений, это персонаж, который будет жить, и о нем будут рассказывать. Все остальное, то, что касается вот там коммерческих, я поэтому пришел к очень простым вещам. Я с молодыми буду с Оптимус Гангом играть Казимира Залупенко, потому что миллион просмотров за неделю, и тебя выйдет 20-летний, который вообще не знает твоих картин, вообще. Чем я буду в сериалах каких-то бегать и там лодку рвать, что это не так, то не так, тут не так, тут непрофессионально, или так, то, что меня не устраивает. У меня вообще требования большие к кинопроизводству, потому что я давно снимаюсь, и меня переделать сложно. Я человек нервный, говорю, ты не продюсер, все, на этом наши отношения заканчиваются. Но я имею право так говорить, потому что у меня 140 фильмов, у продюсера он закончил курсы на канале Интер, и нархоз какой-нибудь, да, вот скажите, как сразу. Я вон кино не знаю, что такое кино. В воле и случае он попал туда, где выдают деньги на кино. Но в этом вся проблема. Молодые, которые снимают на мобильный телефон, гораздо мотивированы, это их идея, это их жизнь. И я, когда попадаю к дневной площадке, я понимаю, что актер в секунду должен включиться в то, что они предлагают, и быть убедительным. Ну пусть попробуют наши артисты сыграть школьникам, десятиклассникам, пусть любую сценку, пусть придут и школьникам, старшеклассникам сыграют. Посмотрят, как их будут слушать, смотреть на них. А как вошел экзамен, актеру сегодня, актер сегодня должен выйти на улицу, взять деталь и играть так, чтобы к нему подошли люди и бросали в шляпу деньги. Как бы все просто. А как вообще появился этот проект? Как появился, я имею в виду, ваше сотрудничество с Оптимус Гангом? Это вот моя старшая дочка, которая, как и сейчас, она десятиклассницей была. Она говорит, папа, самые крутые, кого смотрят школьники, Оптимус Ганг. А я ей сказал, давай коллаборацию найду с молодыми, хоть что-то интересное, потому что там хочется действительно узнать, чем живет поколение, потому что я старый, абсолютно не понимаю. Если музыку я еще понимаю, рэп. Кстати говоря, украинский рэп. Всем советую посмотреть и послушать. Вышел новый клип, тоже снимался я там у молодежи. Это Крэчет. Песня называется «Засынай». Крэчет по-английски можно его написать. Крэчет. Песня «Засынай». Клип вот только вышел на днях. Реально очень круто. Это жесткий взгляд трэшевый на жизнь. Но как снимают эти дети? Оператор девочкой, 22 года. Я 40 лет снимаюсь в кино, вот такими шарами смотрю, что это маленькая девочка с сигаретой снимает панораму и держит кадр. Так что у нас эти все, кто называет себя продюсерами, они такого не видели. Они не знают, как реально устроено сегодня молодежное кино, жизнь. Это очень круто. Вот посмотрите, Крэчет «Засынай». Но благодаря «Оптимус Гангу», когда вот дочка меня познакомила, я пришел, говорю, ну давайте я поучаствовал. Они говорят, о, нам директор школы надо. Актер такой взрослый. Хорошо, они какие-то фильмы мои видели. Все, мы вот так вот прям познакомились. Я приехал сниматься, они камеру включили. Говорит, давай. У меня Казимир Казимирович Залупенко, мой персонаж, родился при включении мобильного телефона. Я даже не знал, как его назвать, как он будет называться. Мы так проговорили, ну директор школы придумай сам, как его звать. Все, включили камеру, я каким-то образом подсознание у меня... То есть это импровизация была практически. Тотальная. Первый ролик, который называется «Перемена» или «Школьная переменка», где приходит директор школы с пистолетом, грозный, с чемоданом, вот это первый ролик. После этого понеслась, да. После этого 5-6 роликов я снялся, каждый за миллион. Самый популярный у них называется «На заменочку». Кстати говоря, мне в Риге молодые очень многие узнают и говорят «Топки мозга». Вот что такое международное молодежное мобильное кино на телефон. У них подписчиков больше миллиона. То есть я окунулся в следу молодых, которые вообще, говорю, не знают мои фильмы. Их родители мои фанаты. И они мне часто пишут, «Алексей, вы такой актер, как же вы к этим подонкам вот в какое пошли работа?» А я говорю, за подонками будущее. Это же как моя дочь, мне прекрасно понятно, они ищут свое. И пока они искренние и некоммерциализированы, настоящее кино появляется сегодня, как и музыка, на улице. Украинский рэп сегодня просто высочайшего качества, уровня. Просто я фанат, дикий. Хотя я очень скриптонита люблю. Прям тоже дикий. Ну, они чуть постарше. Это, я говорю, совсем про молодых. И получаю огромное удовольствие. Поэтому я думаю, что поскольку будущее за молодыми, мне всегда интересно с молодыми. Всегда интересно. Но все-таки исполняете эта песня не скриптонита, а Высоцкого, Куджаву, Цуэшнура, Макаревича. И вот это, кстати, линейка имен, они вот как ни странно, они ложатся вместе. И вот как-то, ну, они действительно, понимают, что их объединяет. Вот что-то, какая-то честность, какая-то вот нервный, нерв оголенный. Ну, во-первых, Вы выросли. У меня группа «Груз пилота». Сейчас мы уже о группе поговорим. Вот это самые близкие люди мне. Жека, Валера, Костя, привет. Шева, Пашин, Ярик. Я всем машу, потому что они скоро будут смотреть. Вот это самые близкие люди мне. Мы уже больше 20 лет играем. Ну, естественно, у нас компания взрослая. Там Жеки 51-52 будет. Валерий 47 басисту. Самый молодой у нас Костя. Барабанщик ему 22 или 21 вообще. Что тоже нас укрепляет, конечно, ритм. Он сейчас задает такой молодежный. Шаркету тоже уже 40. Под 40 аккордеонист очень крутейший. Паша Гузин, саксапонист тоже уже под 40. То есть взрослые все. И все росли на Высоцком, на Акуджаве, потом на Цоре, потом на БГ, на Шепчуке. То есть то, что мы и поем. Учитывая наши песни, вот можно посмотреть, у нас заглавный клип называется «Русский индейец» на слова Александра Кабанова. Это очень крутой поэт. Киевский очень. Один из самых крутейших, я считаю, сегодня. Он пишет на русском, но в Украине я считаю номер один из поэтов русскоговорящих. Это, конечно, Кабанов. У нас новый альбом «Амстердам». Пять стихотворений Саши. Но мы песни написали на его слова. Кабанов. Так вот, «Русский индейец», песня «Амстердам» и «Побег из Брюге». Это можно посмотреть наши заглавные песни. Также песня очень важная. «Ой, чей, то кинь стоит» и «Нищая комесячная», которую я в кино пил, «Ковуна в курсантах». И мы на концертах ее часто поем. То есть, такой конгломерат все равно песни старые, а если мы поем что-то новое, наше, это все равно стилизованно идет, это все равно шансон, условно назовем его, или это три аккорда, но более, может быть, так чуть-чуть. Пацаны, как музыканты, хорошие, мои три аккорда делают симфонично, красиво, и, в общем, благородно все это звучит. Но стили подачи, да, рвать сердце, голосом хрипеть и максимально умирать на сцене. Ничего нового. Ничего нового. На корпоратах мы играем редко, поэтому мы больше с людьми работаем. Поэтому у нас сеть, мы рекламы в последнее время почти нет, у нас все наши слушатели смотрят наши прямые эфиры на Фейсбуке, в Инстаграме, знают группу по сети, в основном, на Ютюбе у нас канал «Груз Пилота», также называется «Можно зайти и глянуть», все видео туда мы заливаем. И мы общаемся напрямую, все, опять же, онлайн, никаких телевизоров, никаких журналистов, прямое общение с людьми, с нашими слушателями, с зрителями, причем это по всему миру у нас, наши фанаты. Если бы не пандемия, мы бы в Европе, как и хотели, уже бы в Праге, в Берлине, в Амстердаме, в Париже, мы бы выступали в Ницце, вот, и может быть в Брюсселе, не знаю, то есть. Но, к сожалению, вот уже мы вот так, в онлайне год. С другой стороны, ведь получается, что вам абсолютно не нужно пытаться пробиться на телевидение, и это, в принципе, уже как бы уходящий. То есть, это для мертвецов. Вот наш телек сейчас с вами, Олег, вот для нас телек, все мои дети, весь мир смотрит телек в трубе, они не смотрят, но это, я не знаю, там нет активной аудитории, я не знаю, вообще кто сегодня телек смотрит. Я если смотрю, я смотрю только спортивные каналы, ну, может быть, текстовые новости какие-то и то, если мне сказать, я не смотрю телек принципиально. Я старый человек, я больше люблю слушать музыку и аудиокниги. Кстати, я на старости лет мечтаю, можно было бы на радио у вас записать в Моми Тро, или прям 10 книжек. Я же сказки хорошо читаю, понимаете, несмотря на мою брутальность. То есть, у меня с радио много, я много работал на радио, мне понятно, как это работает, на аудиокниге большой спрос сегодня. Вот, поэтому, вот такое можно было сделать. Я еще этим занимаюсь. Вот, поэтому, телевизор нам не нужен, журналы не нужны, взрослые люди тоже, если нужны, то талантливые, как это сказать, мотивированные, и которые там любят искусство, понимают, ну, как-то так. То есть, я нашим слушателям просто говорю, что есть на YouTube канал, который называется Грусть пилота, и там вы найдете абсолютно вот все ролики, песни, в исполнении этой группы, а еще, я знаю только другую группу, которая вот заканчивала свои концерты, God Save the Queen, это группа Queen, а вы, я знаю, на украинское народное, могут попросить у Айчита Кинстейт, могут попросить Высоцкого баньку, могут попросить Цоя ночь, все от публики, от вечера зависит. Нет, 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 максимально живая группа, вот, несмотря на название Грусть пилота, и мы абсолютно контактируем с аудиторией, и то, что аудиторией, вот, то, что уже к концу концерта просят люди, мы играем. А в принципе, должен ли драматический актер уметь петь? Вот я знаю, что вы вас учили вокалу в институте. Ну да, нет, ну как, я петь не умею, я вот как драматический актер, я больше интонирую, хотите, назовите так это, вот, потому что многие актеры хорошо умеют петь, вот, а я в данном случае нет, вот как вы меня слышите, как я пою, можно включить любую песню, послушать моем исполнении, будет понятно. Просто скажем, когда мы Высоцкого поем, да, просто Высоцкий для нас абсолютно отдельно стоит, мы долго репетировали, у нас есть программа камерный концерт Владимира Высоцкого, у нас час пятнадцать идет эта программа, но это все культовые знаковые песни, которые очень тяжело петь, кони привередливые, сон мне желтые огни, банька, то есть, вот любая песня, она это целый спектакль, и мы поэтому очень долго репетировали, и долго искали свой стиль, несмотря на то, что вроде все просто, три аккорда, но когда ты серьезно к этому подходишь, ты понимаешь, и Высоцкий, конечно, настолько объемен, что его можно играть в реги, его можно играть в этом самом, в рейве можно найти, в хард-роке можно, естественно, в каком-нибудь простом гитарном исполнении, понимаете, это вот мы сейчас понимаем, что мы вторую часть Высоцкого хотим делать, и вот мы по стилю просто уже будем там так, ну, отрываться в хорошем смысле, чтобы люди понимали, что это тоже можно, там есть, как и у Цоя, кстати говоря, вот вроде бы просто, у него просто тоже, но есть возможности, каждое новое поколение, которое исполнительное приходит, они что-то находят и в Высоцком, и в Цое, свое что-то, и совершенно по-другому исполняют, в этом может быть и кайф, что она живет так через поколение песни, там, пятое, шестое поколение поет, и цепляет, самое главное, это цеплять за сердце слушателя, зрителя, ничего, правила простые, нам не нужен монтаж, нам не нужны деньги, возьми гитару, если ты артист, или прочити стих, чтобы я так на секундочку хотя бы послушал тебя, то есть сейчас вот так, а телевизор это все уничтожает, там живого нет, там мертвяк, вы же сами видите, там тоталь мертвяк, все лучшие яркие люди, они давно в сети, либо на улице, их никто не знает, либо молодые совсем, которым надо помогать, а их телек не пускают, в кино их не пускают, поэтому они берут телефоны, я им все время говорю, телефоны сами, 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 реализация только через мобилу, через микрофон, через песню, рэп, между прочим, так рванул, потому что пацаны на компьютере в подвале набивают песни и выпускают, если это круто, это попадает сразу же, там все-таки в огромную аудиторию, но вот вы говорите про молодых, ведь когда-то вы были вот молодым, и начинающим, я имею ввиду, встретили Константина Степанкова, и я знаю, что вас многому научил опыт съемок с Олегом Янковским, с другими маститами, с Егнеевым, с Янковским, с Джигарханяном, с нашим великим Борием Брандуковым, с Левом Перчиловым, с Алялиным, то есть Дорженко, Мосфильм, Ленфильм, где я попал молодым актером, с великими актерами, каждая встреча с великим артистом, она вот мне оставила на всю жизнь, мало того, как Олег Иванович, мы снимались в фильме «Филер» Романа Балаяна, 87-й год, так вот там, за время съемок, Олег Иванович Янковский, простыми словами, объяснил мне по поводу мастерства артиста, все, спустя столько лет, будучи в возрасте почти 60, я вспоминаю каждое его слово, и понимаю, насколько он был прав, и как плохо, что ты это в 30 не можешь понять, а только через, пройдя опыт, наверное, такой, как и у него, к 60 понимаешь, как точно он говорил по поводу того, как в кино актер должен существовать, также Степанков говорил, Джигарханян, но у них у каждого своя манера, или Евстигнеев, или Боря Брандуков, который Афоня мне рубль должен, одна фраза на века, и вот так он везде появлялся, он, по-моему, любимый актер Данелия был, Данелия все время его брал, Боря, и Боря Брандуков так плохо говорил, но он советы тоже дал, бери за водкой, водку принес, наливай стакан, тебя и слушай, и вот за эти 3 минуты, пока он выпивает, он тебе передавал настоящее мастерство актеру, чему в институте не научат, и телевизм про это не расскажет. А сейчас вот вы сами передаете этот опыт молодым актерам, нуждаются они в этом опыте? Ну, если нуждаются, передаю, но мне кажется, их поколение настолько крутое сегодня, что я вот у них питаю и черпаю это, они очень талантливые, они хватают все с лета, почему я говорю, с лету хватает, и, конечно, у них, если есть авторитеты, они не показывают, это не так, как у нас, Аль Пачино, Де Ниро, живые Бранду, да, живые боги, иконы, у них нет, они там, у них смезды какие-то есть свои, но вот так вот, чтобы как у нас, там, знаете, когда ты там дышать не можешь, с Янковским, я поздно снимаю, руки трясутся, два дня я привыкал, только что я в кадре, с Олегом Ивановичем Янковским, с великим Минхаузеном, я в кадре, понимаете? Ну, вот, точно так же, ну, короче, у молодых нет, у них они, руки не трясутся у них, у них уважение может быть, да, ты это чувствуешь, уважает тебя или нет, поэтому все звезды, которые в телеке, их молодые не знают, и не очень уважают, зачем тогда туда, зачем, кроме денег, деньги заканчиваются, авторитет остается, так нас учили, Степанков так мне, с первого курса говорил, вот. Вот сейчас эта ситуация с коронавирусом, она, ну, во всяком случае, в Латвии она полностью заморозила кинопрокат, и многие беспокоятся о том, что не меняется ли все-таки вообще потребление кино, то есть вот мы вместо вот этого волшебного посещения кинозала, вот этой магии, когда ты пришел на определенный сеанс, и вот тебе вот ты ждешь, вот, когда погаснет зал, сейчас люди смотрят кино, ну, вот, чуть ли не на экране смартфона, смартфон, вот, когда Гриной приезжал, я, ну, бежал за ним, спрашивал его, какое будет будущее кино, и вот записывал его на смартфон, он ткнул мне пальцем на смартфон, говорит, вот, вот это будет будущее, дальше будем смотреть его только здесь. Ну, вот я тоже так считаю, думаю, да. Хотя, наверное, нет, ну, кинотеатры останутся, это же все-таки некий ритуал, прийти на большой экран смотреть, да, когда зал, ты все-таки все переживаешь, как в театре, зритель важен, соучастие, ну, и потом большой экран, магия экрана, она, конечно, не заменит, не, 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 вот даже хороший компьютер, вот я сейчас с большим экраном говорю, со звуком, все, но экран, это экран большой, да, и кино там, но я думаю, большинство уйдет, и уже уходит, это показывает сериалы, Netflix, а там, да, огромное количество сериалов, которые выходят, кстати, в России на платформах, много выходит там, прям, причем, то, что в телек никогда не пустят, ну, там, полет, псих, там, чинки, очень хорошие сериалы, прям советую, особенно молодым всем посмотреть, вот, посмотреть можно также у нас в ТикТоке сериал тоже, он только в телефоне может быть, мы придумали в ТикТоке сериал Следопыты называется, уже год с Серегой Олимпиевым, очень хороший актер, мы с ним в Шулере снимались, кстати, Серегу по Шулеру точно многие узнают, мы год снимаем сериал Следопыты, где два следователя, серия идет 45 секунд, самая длинная, а вообще средняя серия у нас 20-25 секунд, мы год снимаем, 300 серий сняли, в чем прикол, два следователя, я играю старого следователя, еще такой советской сборки, я называю ламповая сборка, вот, которому уже под 60 лет, и он говорит, значит, своему, его зовут Толя Глушняк, а второй следователь помоложе, которого Серега играет, его зовут Феликс Ватман, он Феликс Ватман с Одессы, немножко интеллигентный еврей, такое новое поколение, которое, значит, говорит, Толя только нужно по электронной связи, бандитов сейчас так не ловят, Толя это все старые методы, наручники, выбивать показания, там кого-то бить, надо сейчас по компьютеру, всех метки поставили, нашли, подслушали, и вот у них конфликт, поэтому следопыты, Толя Глушняк ему говорит, слышь ты, тиктокер ты, гандон, мне к столу будет сказано, ну так, он грубо говорит, жестко, потому что говорит, ты пойми, пока ты свой там нажмешь эту кнопку электронную, там уже базу взяли, человека ограбили уже, и машину, сука, увели, понимаешь ты, волыну в руки, наручники в зубы, сука, и на преступника, а то говорит, не, нет, тоже, это олдскул, так никого не поймали, биткоины, валюта, и вот эти новые все штуки, камеры, наушники, посмотрите, это сериал, все смеялись, когда мы начинали снимать, да какие 30 секунд серия, ну вот посмотрите, научил тикток, что чем короче, тем лучше, уже 300 серий, мы владельцы, и дальше будем, вот сейчас, будем искать деньги, чтобы в полный метр выйти, следопыты в кино, вот мы вспомнили кинотеатр, вот сейчас у нас все есть для того, чтобы сделать историю для кинотеатра, все, сейчас будем искать деньги, как всегда все убирается в деньги, и в поиск толковых людей, которые понимают тебя быстро, чем западные продюсеры хороши, 2-3 слова, понятно, что за проект талантливого хватает, вот так, у нас можно долго расчесывать, что-то говорить, кончится тем, что все равно он будет снимать, какое-то говно, никому неинтересное, там 20 минут в день выработка, 40 серий, 50 они любят, ну так, чтобы 2 года снимать, а мы мобильный телефон, раз-два серия, вечером уже в тиктоке, мы утром снимаем, вечером в тиктоке, с ума сойти, мы 5 серий сняли, откройте тикток, мы с недопытым, посмотрите, 5 серий уже в Риге сняты, я снимаю в Риге, отправляю в Одессу, он снимает в Одессе, подснимает, склеивает, все, и у нас сейчас идет сериал, Рига, Одесса, транзит, то есть Толя Глушняк типа на конференции по Интерполу в Риге, а Феликс Ватман в Одессе, там себе, он ловит там преступника, хорошо под солнышком там, вот рассказывает, как в Одессе тепло, расцвело, а Толя даже здесь ищет бандитов, гонит, ищет, и все его тянет, значит, в болтал такой, на этом строится, посмотрите, это любопытно, и я думаю, что снимем большое кино, то есть склеим, скорее всего, большое кино. То есть будущее все-таки, ну вот не убьет кинематографа, считается, то есть останется, как театр, в принципе. Меньше будет, я думаю, но он будет, конечно, останется. Вот недавняя церемония «Оскар» собрала, ну действительно, там рекордно низкие рейтинги, и многие отмечали, что, ну, впервые американцы, в принципе, о каких-то своих проблемах вот раздавали «Оскар». Вот насколько раньше ведь каждый «Оскар» встречали, ну, тоже вот с каким-то, вот как Аль Пачино, Роберта Де Ниро, то есть вот что получило «Оскар» – это что-то какое-то совершенно манное небесное. А сейчас ощущение такое, что, в принципе, это «Оскар» становится, ну, внутренним делом американского кино, которое, ну, может быть, нас, там, живущих за пределами Америки, меньше касается. Ну, я не скажу, я, во-первых, давно не слежу за «Оскаром», опять же, некогда, у меня же в сети кино на мобилу, поэтому, у меня дочка все смотрит, мне рассказывает, старшая моя Настя, за что я благодарен очень, она говорит мне, вот она то же самое, сказала, что папа, как-то мы дают сейчас, непонятно, по какой причине, кому, да, правила нарушены, у нас и жизнь вся, кто, у нас за год сколько произошло всего, мы уже забыли, за год, и мы живем уже в этой пандемии, да, ну, естественно, это же влияет на все сферы жизни, ну, на все, театры закрыты, открыты, перенос, опять больших залов нет, маленькие залы, а что с «Оскаром» то же самое, мне кажется, темы какие-то, которые диктуют жизнь, плюс их внутренняя, наверное, какая-то там проблематика, которая им понятнее, да, больше, чем нам. Ну, мне кажется, это там естественно, все меняется, я просто не в курсе там, вот тех нюансов, да, мы будем говорить, «Оскар» уже не тот, который был, так, второй год нету в Каннах фестиваля, да, которые, кстати говоря, должны были в 20-м году ехать, показывать финал бюро легенд, с деньгаром, большая должна была быть презентация, прямо в Каннах, вот, из-за пандемии все остановилось, поэтому, естественно, ну, меняется все, я не думаю, что, я не знаю, хорошо это или плохо, ну, то есть, ну, это вот так, что принимать надо, наверное, как есть. Чем вот сейчас живут актеры в Украине, но вот насколько там снимается кино, есть ли какие-то возможности увидеть фильмы украинские у нас в Латвии? Снимают много, я не знаю, в Латвии, но в интернете сеть доступ есть, снимают много, в принципе, много снимают, я могу сказать одно, что в Украине очень клевые снимают короткометражки, тоже вот с чем я столкнулся, опять же, молодые, дебют очень клевые короткометражки, не с большого кино, но вот я снимался, Дикое поле могу порекомендовать, это то, что мне кажется, с удовольствием посмотрит зритель в Латвии, да и в Латвии, в Эстонии, это известное кино, Дикое поле, после Диже Данова была снята картина. Дебют, не дебют, а короткометражка, Бульмастив называется, тоже это можно посмотреть, прямо в интернете, напевайте, Тыкя Пове, Бульмастив, только Украина ставьте, вы увидите, выскочит, что еще, ну, там просто, украинское кино современное, набивайте, очень много чего увидите, просто нужно копаться, да, кому интересно, увидят, очень много документального, кайфового кино снимают, то есть, я больше, конечно, люблю, вот все-таки, дебют и короткий метр, рекомендую посмотреть Кинг Дум, как игра компьютерная, Кинг Дум, режиссер Олег Стахурский, у меня много фотографий сегодня повесил, кстати, да, я видел, два года назад сняли, это 22 минуты, фильм 22 минуты, Олег Стахурский, он вообще из Днепра, и продюсер, это Кукса фильм, такая есть, продакшн маленькая, в Днепре, чуваки написали сценарий, полный метр, ждали год деньги, все носили, носили на питчинг, но я сразу говорю, ребята, с таким сценарием вам не дадут, ну, то есть, это уж сильно как-то так фривольно, ну, они сделали короткий метр, собрали свои 100 тысяч, пришли в Киев, сняли павильоны, за три дня снили фильм, вот в таком кино, я мечтаю сниматься, мало того, опыт этого фильма, Кинг Дум, всем рекомендую посмотреть, вот просто всем, кто меня слышит и видит, потому что в Украине многие знают, я уж там вот два года пиарю, как могу, но тут пользуюсь случаем, ребята, Кинг Дум, 22 минуты, режиссер Олег Стахурский, просто посмотрите, какой грим, костюмы, как оператор снял, оператор был Иванов, Денис Иванов, по-моему, наш киевский, очень крутой оператор, вот, но ребята, которые молодые, первый раз снимают кино, они снимали клипы, рекламу, и тут, конечно, вот это кино будущего, такое кино я обожаю, и было очень сложно, тяжело, и Киевстонер, там, кстати, в одной из тоже ролей больших, Киевстонер, молодежь знает, кто это такой, Киевстонер, сейчас услышит, по Киевстонеру можете набить, Кинг Дум, посмотрите, это очень круто, это круто очень, вот сейчас буду сниматься в дипломной работе у Сони Полищук, это вот она заканчивает, сейчас киевские, ну, кинофакультеты, режиссуры, и очень крутой сценарий написала, неожиданно, просто очень круто, причем на украинском языке, с таким юмором, с такой, ну, прямо, ну, крутяк-крутяк, вот прям, должен вернуться в Киев, сразу у нее сниматься, естественно, тоже бесплатно, потому что это дипломная работа, вот, сейчас с тобой снимаетесь, вот действительно бесплатно, вот, ну, когда время есть, я бесплатно, больше бесплатно снимаюсь, чем платно, должен вам сказать, вот, поэтому меня не смущает ничего, вот, поэтому те, кто платно, они в Тереке, а их молодежь никогда не позовет, те, кто платно, там уже все, я же говорю, тут важнее авторитет, это то, что ты умеешь, тебе, тебе платят в большом кино за твой талант, а не за то, что ты друг продюсера, или ты, бердует говорить убедительно, который только продюсеру нравится, его там, каналу, который его выпускает, понимаете, поэтому они, да, часто снимаюсь у молодых, потому что, к сожалению, но у молодых, или в хороших проектах, очень мало денег всегда, и ты выбираешь, хорошее кино, либо бабки, вот, был бы моложе, может быть, я тоже там, чуть побарыжил бы, как барыга стал бы, и сейчас бы нарубил карманы, харя бы такая у меня была, ну, и о чем бы мы говорили тогда, ну, о чем, сериал, пятый сезон, «Крепостная 7», там, да, или «Несчастная любовь», 12 сезон, или что там, «Судьба 3», там, «Судьба неверной жены», 7, ну, как-то они же, что называется, тика, я эту дичь запомнить не могу, я человек нервный, старый, поэтому мне даже вот это не запоминается, и, вот, ну, говорю, молодые, очень, очень круто, просто, если была, мне кажется, нужно такой продакшн, как Netflix, надо, чтобы была платформа некая, вот, я в Украине давно говорю, платформа, куда бы давали деньги на эксперименты, собирали бы реально молодых, сценаристов, продюсеров нет, их надо учить, сегодняшний продюсер должен без ничего уметь снять кино, не деньги, идея, и как это сделать, вот, то есть, собственно, то, что Optimus Gang подсказывает всем давно, вот, поэтому нужна платформа, на которой бы собирали бы какие-то силы, я бы с удовольствием мастер-класс читал бы, видите, но пока не до меня, пока там сериалы снимают такие барыжные, ну, что делать, но это, к сожалению, коммерция во всем мире так, у Netflix целое подразделение, они, естественно, будут снимать для коммерции, но есть всегда какая-то, да, такая ниша, где они могут позволить себе эксперименты, открытие что-то нового, и возможность молодым давать, пробовать, экспериментировать. Но вот мне кажется, что самая главная проблема в том, что фильмов снимается действительно очень много, и многие люди теряются, они не понимают, что смотреть, потому что, ну, вот мне кажется, был убит совершенно институт кинокритики, ну, потому что как-то это стало очень продажным, и стало, нету каких-то критериев, непонятно, вот премиям можно верить, вот, которые получают фильмы, вот смотришь иногда, и там, ну, вот как-то думаешь, что нет, или денежные сборы, но как, где вот он собрал деньги, в прокате, ну, тоже это, вот на чем можно, вот, что является критерием этого хорошего фильма, чтобы его найти? Ну, вот я не знаю, это действительно проблема, проблема вот, да, если хорошая картина, как тот же «Кингдум», да, вот он выходит, благодаря «Киевстонеру», аудитория большая, потому что у него миллион там подписчиков, вот молодежь как-то, и то, кто-то еще не видел до сих пор, для меня это удивительно, там уже два года картина в сети, но кто-то не видел, а каналы же не, вот каналы должны, кстати, продвигать вот эти молодые картины, а не продвигать, показывать ночью, пусть по ночам показывают, не этих, как это называется, КВН, вечно КВН, стендап и вечно КВН, лучше показывали молодых, там поинтереснее вся эта история будет, вот, но, действительно, люди путаются, я не знаю, честно говоря, вот как быть, да, там, критики нет, реальной критики я не вижу, кинокритики, я просто давно, даже слово кинокритики, я забыл, как оно произносится, кинокритик, ну, я Долина там смотрю, вот там Долин, да, и то дочка мне ссылку дает, там еще есть в Украине, там один чувак, вот он смешно делает со Степом обзоры, там я тоже, но он украинские картины в основном, как бы рекомендует, да, или наоборот, чемарит, лучше не смотрели, ну, да, но этого мало, вот я не знаю, как быть, не знаю, как, это все порядочные люди должны, у кого много подписчиков, просто от себя лично говорить, вот вышла картина такая, такая, смотрите, там, ну, вот только так, наверное, пока. Я надеюсь, что мы тоже внесем свою лепту, и обязательно вот те фильмы, о которых вы сегодня упомянули, рассказали, рекомендуем нашим слушателям, это тоже, ну, будет каким-то ориентиром. конечно, да, спасибо, это и есть, между прочим, вот помощь, в данном случае, радио и трансляции, и вам там, Олег, спасибо лично, потому что какое-то количество людей, я надеюсь, увидит, заинтересуется, и кому-то еще, может быть, расскажет. Сейчас же вот так работает все равно, цыганская почта, да, это называли раньше, все равно это вот так. Хороший фильм все равно, но как смотрят, люди начинают звонить, говорить друг другу, как мне дочка и папа, ты видел молодой папу? Я вообще, что это? Она срочно, ну, отнес ссылку, я посрел кому-то из музыкантов, раз ссылку бросаю, у нас все смотрят кино, ну, так по совету друг друга, там, жаль, что-то у нас увидел, документальный, есть какой-то фильм, или клип крутой, или песня выходит, я вообще не знаю, там вот музыканты говорят, вот посмотри, вот это. Я кому-то отправляю тоже, говорю, посмотри, брат, вот тут очень круто прямо, а так ее, ты не знаешь, как в широком доступе найти, вот, с этим не знаю, проблема, да, ну, из уст в уста, как это говорили раньше люди, из уст в уста, да. Так и будем, когда мы сможем увидеть, может быть, на сцене груз пилота, приедете к нам в конце гастролей? Вот планируем, Олег, мы хотели, опять же, не знаем, как пандемия, да, вот как, как в Киеве вроде бы уже тоже, у нас перенос большой был, потому что апрель все закрыто, вот мы сейчас в Одессу, приезжаю в Киев, сразу в Одессе два концерта, потом во Львов должны ехать концерт быть, в Киеве июнь еще не знаю, но вот середина июня, я думаю, пока планируем так, хотим спектакль «Черная шкатулка» привести, мы пять лет уже его играем, кстати, это тоже музыкальный спектакль с музыкантами, специально так придумал, чтобы партнеров не брать, а с группой быть на сцене, это уникальный опыт, кстати, и в этом плане он очень отличается от всего того, что идет в театре, это очень камерная история, это Людвиг Ашкеназий, потрясающие тексты, книжка так и называлась, «Черная шкатулка» в 1953 году, она вышла в Советском Союзе, хотя была написана в Праге, в 1949-м, по-моему, и это тексты маленькие, о любви, о жизни, о детях, о старости, о маме, папе, родине, о небе, это очень простые слова, но в такой белый стих, и очень трогательный, и сегодня это настолько актуально в нашей жизни, мне кажется, что вот мы просто попали, и плюс это музыкально оформлено, и сопровождается текст с песнями, и с мелодиями, он идет часть 10, не так много, мы играем на каменных площадках, вот здесь я хотел бы очень в digital арт-хаусе играть, потому что мы сейчас сотрудничали с Романовым, с Ромой, господи, Морозовым с Ромой, привет, Рома, вот снимали сейчас одну работу смешную, скоро, кстати, выйдет, я надеюсь, Игорь все увидит, узнает ее, и, конечно, площадка, когда мне показал Рома, вот это моя, мы бы там прям сыграли бы черную шкатулку, а на следующий день сделали бы большой концерт группы «Груз пилота», то есть когда бы уже просто микс был бы там, и наши песни, Высоцкий, и Акуджава, и украинские народные песни, и пару хип-хопов бы там завалили, ну и клип есть где показывать, то есть вот это идеальная площадка, если все получится, середина либо конец июня, мы обязательно приедем, потому что у нас много людей в Риге оказывается, ну и друзей наших ждет, и друзья друзей знают, что мы поем, и все спрашивают, когда появимся, ну как только вот закончится карантин, так я надеюсь и появимся, потому что мы очень хотим, и прямо рвемся, и хочу еще следопыты, прямо еще 10 серий здесь Серега снять, прямо рижский будет, прямо вот просто рижский цикл, вот 10 серий, у меня уже объекты отобраны, я уже все увидел, Сереге отправил, тоже надеюсь с группой приедем, на концерт, и с Серегой параллельно еще снимем, и пару эфиров проведем прямых, потому что нас люди ждут очень в прямых эфирах, а как, как если мы в Риге не провести, из Риги прямой эфиры, показать, что за окном Рига, что мы тут прямо в центре, ребята, потому что у нас фанатов в Риге оказывается много, которые и тикток смотрят, наши фейсбук, прямо эфиры, ну так я же вижу, да, там вы появляетесь сразу, молодежь подбегает, ну конечно, Казимир Казимирович, Ну да, ну хорошо, а что ж Казимир Казимирович Залупенко, не человек что ли, у него сердце болит, душа, чтобы они дебилами не были, чтобы ума набирались, книжки читали, курва, и телефон свой выбросили, а читать надо больше, и ума прибавлять, а не тупить, пиво они пьют, девятиклассники, ну и дальше идет то, что девятиклассники знают обычно, как Казимир обращается к девятиклассникам, так что... Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто... Многого, да, многого, да. А между тем, вот час пролетел совершенно незаметно в разговоре, действительно, огромное спасибо Алексею Сергеевич Горбунов, народный артист Украины, который сейчас вот снимается в Риге, был с нами на прямой связи, огромное вам спасибо, действительно, за то, что вы делаете... Спасибо вам большое, остаемся на связи, и, пожалуйста, ребята, смотрите, у меня Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, Следопыт, очень много, и все, самое главное, выходит там. А вам, Олег, спасибо большое, что, да, я побывал все-таки в Риге в эфире, надеюсь, нас тоже люди услышат, увидят, и будет всем пользы, я надеюсь. И всем здоровья, самое главное, да, и скорее уже, чтобы открыли, все-таки закончили карантин, и мы уже стали общаться, хотя бы пиво пить на улице, и солнце вышло за окном. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Натхнение и кохание усим, амигос!